Гололедица сковала Оксюбинскую область накануне. Во многих районах прошел дождь и мокрый снег. Дороги, со слов водителей, выезжающих на дальнюю дорогу, превратились в каток. Сотрудникам ДЧС и Дорполовцам пришлось ограничить движение на междугородних трассах. Информация в виде смс-сообщений периодически поступала Оксюбинцам на мобильные телефоны. ДЧС и Дорполовцам А что, не посыпают? Песок, ничего не видели? Толк что начали, по-моему. Когда я в город заезжал, толк что начали. Это примерно во сколько начали посыпать? Толк что. Сколько сейчас времени? Вот, толк что. Скажите, сколько времени? Это 15 минут. 11 начали уже высыпать. Начали выезжать уже. Ехали медленно? Да, конечно. 60-70. Вообще, какие пожелания в адрес дорожной службы? Что хотели бы им пожелать? Ничего пожелать. Пускай пораньше выходят на дорогу. Вчера вот на пробке стояли, пока их не вызвали, стояли. Вчера гололед был? Да, гололед был вчера. Особенно тяжело было передвигаться по обледеневшим дорогам, ведущим в Кандагаш. Рассказывает другой опытный водитель, не пожелавший говорить в открытую о проблеме неухоженных актюбинских дорог на камеру. Накануне ему пришлось выехать в Мугалжарский район, везти детей на запланированное мероприятие. Для автомобилиста привычная поездка превратилась в полосу испытаний. Удержаться на дороге Актубе-Кандагаш, когда трасса превратилась фактически в каток, было крайне сложно. В Кандагаш детей повезли, 4 автобуса, в сопровождении с ГАИ, например. Понимаете, дорогу никто не уступает, дорога там вообще ужасная. Мы детей везем, по 25 человек, 4 автобуса, 100 человек, например. Что там, концерт или что-то? Да, вот этот фестиваль какой-то был, конкурс там. Вот представьте, а там дорога, тем более гололед начался вот этот. Едешь вот так, а что автобус плясешь вот так, а с детьми вылетишь, например. Не посыпали, ничего. Вот, например, в 2 часа начался вот этот гололед. Мы в 6 часов оттуда ехали, хотя бы пищу кто-то туда кинул бы. Ну, что это говорить, например. В общем, сильный ветер с мокрым снегом и, как следствие, наледь на дорогах. В принципе, привычное явление для нашего региона в зимний период. Коммунальщики, с их слов, стараются как могут. Но, похоже, в схватке с погодой на этот раз силы оказались неравны. Корка льда на дорогах росла быстрее, чем действовали реагенты. Ну, дороги не посыпались. Гололед начался, конечно, дороги не посыпали. И вот сейчас мы ехали, ну, еще, может быть, с утра мы ехали еще как-то. Службы не очень начали так выходить, работать. Но, в принципе, дорога еще не посыпана. Уже на дороге аварии, уже ГАИ стоят там. Вы с утра ехали? С утра вот мы выехали, да. Вот минут 20, как мы подъехали. Откуда вы ехали? Алга. Из Алги до Ак-Тюбе вы долго ехали? Да, наш Алга к Тюбе. Дороги не посыпаны никакими реагентами? В данный момент пока нет, но уже аварии есть. Мы ехали, мы даже по времени сюда не пришли, мы чуть с опозданием пришли. Потому что колонна идет машин, каждый боится, потихонечку едут все. Ну, гололед хороший. Тем не менее, мгновенно реагировать на перепады температуры пришлось и спасателям. Скользко было настолько, что любое движение практически упало, очнулся. Но хоть главное является ничего не сломать, народ все же ломал. По традиции интернет запланили истории страз из разряда, как остаться в живых. Вот сегодня, к примеру, с утра перевернулось авто с 10 гражданами Таджикистана. Также сегодня с утра на автодороге Самара-Шимкен совершено дорожное транспортное происшествие опрокидывание автомашины с гражданами Республики Таджикистан. В салоне автомашины находились 10 пассажиров и один водитель. Данным ДТП телесных повреждений граждане Таджикистана не получили. Но сотрудниками УМПС и ДЧС организовано помощь им. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни небольшие снегопады, ночью местами заморозки. В связи с этим на отдельных участках дорог водителям рекомендуют быть особенно внимательными, но и скачать свои мобильники приложения Дармен. В мобильном приложении запущен функционал раннего оповещения о приближающихся чрезвычайных ситуациях. На вчерашний день у нас ночью были закрыты дороги Ахтюбе-Болгарка-Шубар-Кудук, но сегодняшний день на утро все направления открыты. Но при этом хотелось бы предупредить всех жителей, что имеется все-таки головолейцы на дорогах. Особое внимание сейчас уделено по двум направлениям. Это трасса Ахтюбе-Астрахань от города Ахтюбе до Кандагача. Второе направление – это Самара-Шимкент от поселка Карабутак до развилки Эльгийского района. По этим направлениям сейчас дорожными службами ведутся работы по подсыпке песко-соляной смеси. Работа в этом направлении продолжается. Лиза Цакева, Сергей Калашников. Программа «Факт».